Сейчас на местах создаются региональные отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Месяц назад в Москве проходил учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Тогда делегаты единогласно проголосовали за переименование фронта, приняли устав и без голосования избрали своим лидером президента России Владимира Путина. В работе съезда принимала участие и делегация Чуваши во главе с Михаилом Игнатьевым. Как продвигается работа по созданию регионального отделения в Чебоксарах, смотрите далее в сюжете. На сегодня организационный комитет в Чувашии занимается подбором учредителей регионального народного фронта. Предполагается, что таковых будет 20-25 человек. Затем будет сформирован руководящий штаб, исполком, ревизионная комиссия, выбраны сопредседатели. В рабочем режиме мы все стараемся подбирать достойные кандидатуры для участия и призываем все население нашего региона, не без различных людей, общинственников вступать в наши движения. Цель у нас одна – для развития нашего региона, для развития нашей России. Мы уже несколько раз собирались с оргкомитетом, обсуждаем, дискуссируем. Мне это очень нравится, потому что ребята не боятся высказываться, говорят и так далее. Это очень хорошо, поэтому думаю, что мы создадим достойное региональное отделение. В течение лета в каждом из 83 регионов России появится свое региональное отделение. Официальной датой создания ОНФ Чувашии станет 3 августа. Но присоединиться к новому движению можно уже сейчас. Здесь ждут совершеннолетних, активных, инициативных, любящих свою страну. Причем человек может быть партийным или беспартийным, верующим или неверующим любой профессии. В уставе на сегодняшний день четко и ясно записано, что все вступившие партии и другие организации, которые принимают участие, они все будут иметь определенные партнерские отношения, которые подразумевают определенную свободу действия. Свобода действия, я бы сказал, не запрещает вести даже определенную критику и в отношении власти. Это на сегодняшний день четко говорится, нет никаких запретов. С другой стороны, главная задача нового движения – это именно создание новой площадки, где могли бы принять участие многие представители, именно активная часть населения. В дальнейшем у Общероссийского народного фронта за Россию появятся и свои общественные приемные, каждый из которых будет принимать граждан и вплотную заниматься решением их проблемных вопросов. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.